Так, всех приветствую на моём канале, сегодня я продолжаю играть игру по Лазарь М5 на ЧС Регги, остановился на третьей ночи, еле-еле смог победить. Привет, привет. Привет. Видите, я ведь сказал вам, что у вас не будет никаких проблем. Ну, как сказать, не было проблем. Фокси когда-нибудь появлялся в коридоре? Да. Наверное, нет. Много раз. Мне просто было любопытно. Как я уже говорил, он всегда был моим любимцем. Они пытались переделать его. Ты, наверное, знаешь. Они думали, что первая модель была слишком страшной. Да, она жидкова такая. Поэтому они переработали её, чтобы была более приятная для глаз ребёнка. И поместили её в детскую бухту. Малышей оставляли, они развлекались. Ну, вы знаете. Дети такие идеи не могут просто держать себя в руках. Персонал должен был буквально восстанавливать Фокси снова и снова после каждой смены. Так что, в конце концов, они прекратили и оставили её. И сделали игровой уголок разобрать и собрать. Теперь она просто набор частей. Я думаю, что сотрудники относятся к ней просто как к мусору. О, эй, прежде чем я уйду, я хотел обретить ваши сомнения о таких слухах, возможно, о которых вы слышали в последнее время. Вы знаете эти местные рассказы, как приходят, так и уходят. И это может означать всё, что угодно. Я могу лично заверить вас, что что бы ни происходило там, и как бы это ни было трагично, не иметь ничего общего с нашим заведением. Так, у меня... Это просто всё слухи. Срегуляции людей, пытающихся на этом заработать. Старый Бонни и Фокси с ним. Вы знаете, на сохране к течению дня сообщал, что ничего необычного не происходило. Вроде бы ничего. Скоро его смена закончится. Все, я в этом, собственно, ничего. Ладно, в любом случае, мне пора. Я поговорю с вами завтра. Фокси опять... Они начали меня сжимать в тиски. А, ну я проиграл. Он меня не оставит, да? Я не успел. Да, я не успел. Становится всё сложнее и сложнее. Я должен следить за двумя вещами. Это шкатулка и Фокси. То есть, если я не буду постоянно как-то взаимодействовать с ними, то мне настаёт конец. Ладно. На удачу. Опять Фокси. Когда приходит Фокси, у меня всегда отключается фонарик на некоторое время. Непонятно почему. И он сразу же уходит почему-то. Нет, у меня опять фонарик не работает. Но это уже какие-то технические заботы. Хай. Опять. Бомбой. Хочется ко мне в гости прийти. Хотя я его нигде сейчас не вижу, но он хайкает. Допустим. Дожить до трёх часов это было удачей. Надеюсь, я вообще пройду эту ночь. Ну, смотря как они меня сжимают и не дают проходу, не расслабиться даже, то это будет сложно. Нужно постараться. Будем стараться. Так, не забываем про шкатулку. Искорёженные плюшевые мишки аниматроников. Ну, или выпеченные глаза просто. Это тоже такое. Так, опять когти. Увидели. Я думал, один раз нажать на свет будет достаточно, чтобы он как-то ушёл. Ну, или несколько раз поглядывать иногда. Тоже нормальная тема. Опять ты. Ну, я тебя нигде не вижу. Я тебя нету в вентиляции. Это хайкает. А, вот и он, да? Да. Я вроде бы должен надеть маску, пока он в вентиляции. Тогда он уйдёт. Так, он всё ещё там. Надену маску. Чтобы я приду предотвратить. Так, шкатулка разряжается. Всё, опаснее, опаснее. Фокси не уходит, Бомбои тоже не уходит. Не работает. Ага. Это играет со мной злую шутку. Ага, всё. Я должен надеть полностью. А, он ушёл, смотрите. Так. Я справился, вроде бы. Ага, Чика. Чика в правой вентиляции и Фокси. Опять меня начинают сжимать. Опа, Фокси ушёл. Уже хорошо. А, я опять проиграл. Боже мой. Нет, я не проиграл. Каким образом? Не было возможностей никакой прямо. Я никак не мог справиться с этим. Самая сложная ночь, как по мне, ночевать. То есть, сложно следить за всем. Выполнять все действия. Я думаю, на этом я могу закончить просто. Я заснял видео, чтобы оно лежало. Я засниму где-то ещё два видео сегодня. Так что, я думаю, на этом можно... Это может хватить просто. Всем спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok